Друзья, всем привет! С вами канал Будда и Гришин. Но, кажется, это невозможно, значит, это невозможно, чтобы случилось, но это случилось. Многие писали, когда эта так называемая голая вечеринка Ивлеева произошла, что если бы это было в Белоруссии, там вообще конец был бы. В Минске на ваших экранах прошла последователями, была проведена, значит, Ивлеевой, в кавычках, конечно, последователями, голая вечеринка. Она, конечно, может быть не такая голая, но, в общем-то говоря, с элементами всего, чего только нужно для ареста, что и случилось. Я подумал, как здорово было бы, я имею в виду, если бы наших, представляете, вот этих всех, значит, кто участвовал на 15 суток. Вот это было бы, да. В столице Братской Республики прошли массовые задержания организаторов и участников в вечеринке хентай-пати, закрытого мероприятия с возрастным ограничением, которое проходило не впервые. Участникам дали от 3 до 15 суток ареста. Но на примере тусовки Ивлеева это может быть только начало. Друзья, вы знаете, в чем дело? Им дали, тем, кто там был, от 3 до 15 суток ареста. У нас дали только вот этому рэперу, этому Васю, 15 суток, который с носком ходил. А надо было всем дать, мне кажется, понимаете, потому что, в общем-то говоря, что он с носком прикрывая, так сказать, свое, так сказать, прикрывая, да, что все остальные, в общем-то говоря, в прозрачных, полупрозрачных и одеяниях тоже прикрывали. Поэтому, в общем-то, все тоже было видно. Ну, только что разве какой-то шториной там прикрылись. Поэтому разницы никакой не было. Вот здорово было бы, если бы погрузили Киркорова, Собчак, всех в автобус и прям сразу на 15 суток, и вот 15 суток дали. Это было бы самое, мне кажется, прекрасное начало вот этого, вот этой голой, так сказать, вечеринки. Они бы все продолжили там. А пока они 15 суток бы там находились, можно было бы как раз спокойно посмотреть, кто у кого и что, и как, и зачем. Просто, вы знаете, ну, все то же самое, что мы говорили про голую черенку и влевую, чтобы не повторяться, но с белорусским моментом, связанным с арестом. Еще раз говорю, было бы тоже хорошо перенять опыт. Что думаете на сей счет, друзья, пишите в комментариях. Может быть, из Белоруссии есть зрители, они наверняка есть. Слышали вы об этом, нет? И что думаете об этом? Что у вас об этом пишут? Говорят, были ли кто-то из знаменитостей там, или это просто вечеринка, которая проводится, что называется, ты скажешь, с этими обычными гражданами, гражданами, гражданами. Пишите в комментариях, друзья, с вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно. Если вам нравится то, что я делаю, можете поддержать канал Будда Гришна. Ссылочка в закрепленном комментарии в описании к видео. Подписывайтесь на мой телеграмм, канал Будда Гришна, новости и рутью Будда Гришна. Успехов, здоровья. Всем пока, до встречи.